В доме, которому более 30 лет, по словам нашей героини, ни разу не делался капитальный ремонт. В квартирах, выходящих на торец здания, образуются протечки из-за плохих швов. Ирина Козырева живет в первом подъезде на втором этаже. В ее квартире на торец дома выходят две комнаты – спальня и гостиная. Говорит, ремонт делать смысла нет. Новые обои вскоре станут такими же – с подтеками и грибком. Пару лет назад женщина обращалась в свою управляющую компанию. Тогда специалисты утеплили межпанельные швы, но, по словам хозяйки квартиры, некачественно. Они уже отваливаются. Происходит намокание, стены мокрые. И очень-очень-очень холодно. Сейчас вот начнется минусовая температура, и получится, что они и не покрываются. Там где-то просто щели, брак, оно протекает, промерзает. Спасают только горячие батареи. Благо, централизованное отопление в этом доме работает исправно. Помимо качественного утепления швов, здесь необходимо утеплять и фасад, сами бетонные панели. От этой проблемы страдает не только квартира Ирины. Такая же ситуация по всему стойку. Общалась с соседями. У нас родственники проживают на восьмом этаже. У них грибок. Им сделали сейчас швы тоже. Они написали заявление. Но грибок есть. Там черные пятна. Хотя у них сделан на ремонт, в отличие от нас. В муниципальной управляющей компании о проблеме знают. Сотрудники организации считают, что это результат строительства дома с использованием некачественных плит. На сегодняшний день уже подготовлены документы на внесение здания в краткосрочную программу на капитальный ремонт по утеплению фасада. Краткосрочная программа, тот список, который мы подали в администрацию, это три года. Просим администрацию, чтобы включили в ближайший год. Для того, чтобы люди могли решить свою проблему. Потому что в рамках текущего содержания сделать утепление квартир, которые стоят одна квартира порядка 500 тысяч, просто невозможно. Утепление фасада будет производиться на обоих торцах дома. Ведь сотрудники управляющей компании подозревают, что ситуация с протечками существует и у жителей последнего подъезда. Остается только запастись теплой домашней одеждой и набраться терпения, пока проблема полностью не будет устранена. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.